Всем благодарствую и напоминаю, что 28 ноября в 16.30 состоится второе судебное заседание. Я вызвал прокурора города Сургут и прокурора округа Хмао, Батвинкина и Балина в суд и требую признать их действия незаконными. Ввиду того, что они вот на такую стопку наших обращений в порядке УПК 141 и 124, прокурор Балина ответил одной отпиской без доводов и мотивов. Будет очень интересно, будет прямой эфир. Будем снимать видео, будем подавать ходатайства. На первом заседании присутствовали журналисты СМИ Сургутный информ ТВ. Надеюсь, они и в следующий раз придут. Я уведомил все СМИ города, региона, страны и даже мира. Разослал всем сообщение о том, что 28 ноября состоится суд. Будем надеяться, что они все придут и светят с объективной стороны. И народ, каждый из вас, если не согласен с действиями должностных лиц или служащих, вы каждого из них можете вызвать в суд всего за 300 рублей. Оплачивайте госпошлину, готовите иск, подготавливайте все доказательства и подаете в суд. При этом подаете ходатайство о ведении аудиописьменного и видеопротокола и снимаете все на видео. Прямой эфир. Каждого, кто нарушает клятву и присягу, можно вызвать в суд всего за 300 рублей. Увидимся в суде. Первое судебное заседание прошло 19 ноября 2019 года. Второе судебное заседание состоится 28 ноября в 16 часов 30 минут по адресу город Сургут, улица Правсоюзов 37, кабинет 437. Призываю всех распространить информацию и поддержать своим присутствием по возможности. Я рассчитываю на журналистов, которые помогут обеспечить освещение данного судебного заседания и обеспечат объективное рассмотрение дела. За последний год нами было направлено более 800 обращений, заявлений, жалоб и так далее. Всего более 8000 страниц. Примерно вот так это выглядит в Следственном комитете. 9 томов обращений находится только в Следственном комитете. В прокуратуре, по моим подсчетам, в 5 раз больше. То есть примерно 50 томов. Напомню, ни одного уголовного дела не возбуждено. Никто не наказан. Причиной тому полное бездействие и нарушение законов Российской Федерации, приказов генерального прокурора, прокурорам города Сургут и прокурорам ХМАУ. 2 ноября я сделал такой пост, что 19 ноября в 14.00 состоится открытое. Прийти в качестве слушателя может любой судебное заседание. Будет очень интересно, все будет фиксироваться на аудио и видео, и будет прямой эфир. В данный момент готовится множество выхода из требований, уже некоторые из них направлены в Сургутский городской суд. А также готовится уведомление всех СМИ регионной страны, тоже отправлены во все СМИ. По иронии судьбы, иск направили должностному лицу в черной мантии Шерстобитов Олег Викторович, который 28 октября 2019 года закрылся в своем кабинете на ключ со словами «Для вас я занят надолго и навсегда». Видео об этом здесь. Именно Шерстобитов вынес два заведомо неправосудных и незаконных постановления, по которым дважды проникали в мою квартиру, уничтожали дверь, похитили вещи и причинили ущерб на сумму более чем 1 миллион рублей не только мне, но и моим знакомым. Мне одевали покид на голову, пытали, били электрошокером, били моего отца и похитили вещи моих знакомых, которые до сих пор не вернули. Коротко об этом видео тут. Так, это сам иск с отметкой о принятии 28 октября. Это судья Шерстобитов. Это видео о том, как он закрывается в кабинете. В этом видео коротко о том, что произошло за последние полтора года и вообще чем мы занимаемся и кто мы такие. Всем привет! Суд отложили до 28 ноября 2019 года в 16.30. Вообще все быстро решилось. Я успел только зачитать одно ходатайство о ведении аудиопротокола. Судья мне разрешил, можно ли... так и спросил, вы разрешаете? То есть он у меня спросил разрешение, можно ли продолжить процесс. Паспорт, удостоверение инспектора и удостоверение журналисту у меня лежало на столе. Он их не затребовал, то есть он не удостоверил личность ни мою, ни представителя прокуратуры. Пришла некая женщина, не помню, Шиплецова что ли, не помню фамилия. В общем, я пытался проверить, удостоверить ее, то есть спросить удостоверение. Она не смогла предоставить и просто вышла из зала. Потом зашла вместе с судьей и у нее тоже этот... Судья Шерстобитов ничего не спросил, ни доверенность, ни удостоверение, ни паспорт. То есть никто никого не удостоверил и вот так в таком состоянии решили это, продолжить суд. И самое главное, у меня разрешение спросили, вы, говорит, разрешаете продолжить суд в отсутствие баллина? То есть баллина не пришел в суд, хотя был уведомлен об этом должным образом и не явился. Вот мне пытались повестку вручить, неизвестное лицо, то есть неизвестное лицо, и я потребовал тоже его удостоверить личность, он ушел и не явился. То есть повестка у меня на руках, я за нее нигде не расписался. То есть я не знаю, как это назвать вообще, непонятно, что происходит. Что еще произошло? Снимать запустили на... В общем, я требовал продолжить заседание в отсутствие баллина, потому что у меня где-то вот столько, не знаю, сантиметров 10, ходатайс различных. Я хотел все их заявить. Судья Шерстобитов отказал, то есть представитель прокуратуры заявила, от города Сургута заявила, что дальше заседание продолжать невозможно, и потребовала перенести заседание. Ну и Шерстобитов удовлетворил ее просьбой и, в общем, перенесли заседание. После чего, ну я там даже речь взял, сказал, что судья Шерстобитова высказал, говорю, вы нарушили мои права, вы не разъяснили мои права вообще. То есть он меня спросил, вам ясны права, я сказал, нет. То есть нет ни права, он мне не зачитал и не разъяснил. И плюс он не удостоверил личности, я ему об этом тоже сказал. Он отмолчался и просто перенес заседание. Вот такие итоги, скоро будет видео, ну видео заснять не удалось, потому что присутствовали даже представители Сургута Информ ТВ, журналисты, им тоже не разрешили снимать видео. Они подавали ходатайство письменное, и я тоже подавал, но мы их просто не успели зачитать и рассмотреть. Заседание перенесено. Видео нет, будет только аудио. Ну я там картинки, видеоряд, наверное, наложил. Что, можно проходить? Зашли в зал, 426-й кабинет, провокации вроде нет. Присутствует телевидение Сургута Информ ТВ. Что-то прокуроров-то нету, представителей даже нет. Здравствуйте, представитель прокурора? Нет. Нет? Нет? Влицатель, пожалуйста. Будет процесс, я представлюсь обязательно. То есть, как должностное лицо вы оказываетесь, представитель? Вы не на провокации меня не приняли. Это не провокация? Вот я представлюсь, когда судебно-состояние. Я, может, я не видел, у вас нет. Тихо, тихо, подождите. Режим тишины. Я вижу, что с полицовой человек отходил. Вы должностное лицо? Видимо, у нас судебно-состояние уже заходите. Да-да, все как раз там совещаются. Вот так легко и просто. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Мне сказали, что у вас имеют счета за граничный банк. Это правда? Да ладно. Откуда это и не проваться? А вы мне скажете, Евгений, я богат? Я богат. А сколько у меня денег на счетах на зарубежных? Ну, насколько мне известно, у меня нет счетов, у меня зарубежный банк. Я тружусь. Я программист, фрилансер. Я за правозащитную деятельность ни разу не стал ни на одной, как я. Претензии не только прокурору города Сургут, но и прокурору Смау. Прокурор города Сургут Балин Леонид Алексеевич и прокурор города Огрога Смау. То есть вот на такую пачку наших обращений отвечают от одной страницы, сразу на 13 обращений. И это происходит не только со мной, это происходит со всеми жителями города Сургут и вообще всего Хмау. Гигантская машина действует, которая просто занимается перерабатыванием макулатуры и бумаги в макулатуре. По нашим 800 обращениям ни одного уголовного дела не возбуждено, никто не наказывает. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Вы помните такого бабушкина, Антона Владимировича? Так, я все понял, ясно. Давайте тогда к прокурору вернемся. Вот на это все он отвечает только одной бумажкой. Вот в этом риск и заключается, что я вам еще раз объясняю. Я плачу налоги, покупаю любую вещь в любом магазине. Кто об этом говорит, их либо задержит, либо все, что дает. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. А вот смотрите, какого-то сотрудника, бывшего сотрудника полиции они позвали. Но я предполагаю, это либо вот кого за последнее время уволили. Бабушкин Владимир Анатольевич, да? Бабушкин Антон Владимирович, одиноченко Павел. Это что, вот кто-то из них? А что вы прячете лицо? Что вы ему голос изменили? Я вот ни от кого не прячусь. Пожалуйста, давайте в прямом эфире, один на один будем разговаривать в прямом эфире. В любое время, в любом месте. Я таким образом вызывал начальника полиции на словесную дуэль. Но он до сих пор не явился на словесную дуэль. Разве честный человек будет прятать лицо и изменять себе голос? Он представляет угрозу только для... А вот при чем тут паспорт СССР, я не знаю. Дестабилизирует, допустим. Специально ставили паспорт СССР, чтобы дискредитировать. Работу государственных органов, правоохранительных органов. Ну, просто мешает работать людям, делать свою деятельность. Вот, смотрите, лежит материал проверки, первый том из трех. Я его наполовину успел прочитать, и на меня вызвали три наряда полиции. Шесть полицейских. На этой неделе должно было состояться первое заседание, где ответчиком выступает прокурор города. Правда, Леонид Балин не пришел. Балин, а что ж ты не пришел-то? Что ж ты даже представителей не прислал? Специально затягиваешь процесс. Я так считаю. Если тебе нечего бояться, и все твои действия законные, что ж ты не пришел-то? Я вот пришел. Я действую по закону. Официально по уважительной причине. Правда ли? Еще раз. Они заявляют в конце, что он не пришел по уважительной причине. Это не соответствует действительности, потому что на момент заседания 19 ноября есть аудиозапись, которую мы ввели во время заседания. Шерстобитов, лицо в черной мантиях, заявил во всеуслышание, что причина явки неизвестна. И Балин был извещен должным образом. У нас судебное заседание не явился прокурор города Сругут. Извещен надлежащим образом. Причина явки неизвестна. Причина явки неизвестна. А сейчас они заявляют, что причина у него уважительная. А какая причина? Почему нам не сообщили? Анит Балин не пришел. Официально по уважительной причине. Причина явки неизвестна. Просто чего добиться-то? Если вы хотите какую-то правду добиться, ну вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Вас устраивает? Постоянное повышение налогов. У вас в месте, как вы обдоровываете, у меня вот это, я констатчик. Повышение пенсионного возраста. Вас это все устраивает? Меня, это, какие-то вопросы меня не устраивает. Я думаю, можно это закон, законное все решить. Вот мы и пытаемся законно. Вот мы законно решаем. Вот смотрите, вот 13 обращений, все законно делаем. Все по закону. Что происходит? Я так понимаю. С нашей, подождите, с нашей стороны ни одного нарушения закона нет. Вот, вот мы все по закону делаем. Вот эти вот 13 обращений. Все по закону, срок подойдет. Что делает прокуратура, которая должна надзирать за законностью исполнения вот этих всех обращений и так далее. То есть пресекать, видать все преступления, следить за законом. Они сами нарушают все эти законы и приказывают генеральную прокуратуру. Вы хотите жить в такой стране, где все нарушают свои клятвы? В законе, сплошное. Где люди одевают вагоны, дают клятву, присягу и каждый день ее нарушают? А вас это устраивает? Да, меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok